Александр Ежовкин. Об этом человеке жители Мордовии узнали весной нынешнего года. Именно тогда Ленинский суд начал разбирательство по его уголовному делу. А вот потерпевшие познакомились с мужчиной гораздо раньше и даже успели отдать ему свои деньги. Одним он обещал дешевые квартиры и льготы на жилье, другим – высокие должности и помощь в развитии бизнеса. В общей сложности обманным путем Ежовкин заработал 10 миллионов рублей за один год. Конечно, никакой помощи от него люди так и не получали. Обвиняемый обманом входил в доверие к потерпевшим, сообщая им несоответствующие действительности сведения о своей к высокой должности в одном из министерств и предлагал, в том числе своим знакомым, приобрести по льготным ценам квартиру в Саранске. Семь эпизодов мошенничества около десятка потерпевших. Одна из них – Людмила Аздоева, мать молодого человека, который потерял 1 миллион 700 тысяч рублей, планируя улучшить свои жилищные условия. Ни поэтому, ни по другим эпизодам Ежовкин вины так и не признал, ссылаясь на других людей, которые его якобы подставили. Что я могу сказать? Наверное, доверчивость в этой жизни самая главная, самое основное, что случилось, так вот и получилось так, что я оказался за решеткой. Несмотря на отрицание вины, деньги Аздоевым все-таки вернули, но не все. Перед семьей до сих пор числится долг более полумиллиона рублей. На оглашение приговора по делу подсудимый придерживался той же позиции, что и на протяжении всего следствия. За решеткой он по ошибке. Я придерживаюсь такого же мнения. Вину свою я не признал, потому что этого я не совершал. То есть вы до последнего будете придерживаться? Ну, конечно. Правда же, должна быть, когда-то восторжествуйте. Высторжествовало правосудие. Все попытки вывести следствие и суд на ложный след оказались провальными. 20 июля Фемида огласила Ежовкину обвинительный приговор. В ближайшие четыре года, если решение вступит в законную силу, мужчина проведет в колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим весь ущерб. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев. Программа «Происшествие».